Викли новости Еженедельный выпуск новостей Мы собираем для вас все самое интересное, что происходит в мире Чтобы вы всегда были в курсе последних событий Тавужские митинги переместились в столицу Армении Народ протестует против односторонних уступок И требует Никола Пашинян уйти в отставку ABC Media полноценно освещает происходящие процессы в Ереване Ну а мы сегодня разберем, как ситуацию видят в мире Впервые за все время протеста в России прозвучала официальная позиция Озвучила ее представитель МИД РФ Мария Захарова Вот что она сказала Мы всегда говорим, что внутриполитическая жизнь в той или иной стране Это внутреннее дело суверенного государства В данном случае реакция Запада поражает стабильностью Это очередные двойные стандарты Этот пример как нельзя лучше демонстрирует Сказала она Она напомнила, что в Армении на фоне массовых задержаний Применяется в том числе и грубая сила Как будто выключили Запад из этой повестки Включили только одну ноту А все остальное будто не происходит Сказала она Захарова указала и на раскручивание демонстраций в Грузии Со стороны СМИ в ЕС и в США В репортажах участники демонстрации предстают как герой Официальный представитель МИД РФ Подчеркнула, что западный мейнстрим Как будто затушевывает многотысячные акции протеста в Армении Делает вид, что там ничего не происходит Или подают как не отражающие волю армянского народа И якобы дирижируемые извне С позицией Марии Захаровой часто бывает трудно согласиться Но вот тут она в точку попала Про протесты в Грузии иностранные СМИ Такие как BBC и CNN, Le Monde Пишут почти каждый день А вот про протесты в Армении вышло всего несколько статей И все, молчание Несмотря на правдивость слов Марии Захаровой Все же отметим, что не все в мире молчат про протесты И вот с каким заголовком вышло СМИ из Франции Харизматичный священнослужитель превращается в лидера протеста в Армении Франц24 отмечает, что Голстанян направил общественный гнев в нужное русло И заручился поддержкой оппозиционных депутатов Чтобы инициировать в парламенте процедуру импичмента главы правительства Оппозиционным партиям потребуется поддержка хотя бы одного независимого депутата Или депутата, отправящей партии, чтобы запустить процесс импичмента А успех будет зависеть от того, проголосуют ли за отстранение лидера не менее 18 законодателей из партии самого Пашиняна Пашинян, бывший журналист, пришел к власти на волне народных протестов, которые он возглавил в 2018 году Против коррумпированных элит советской эпохи Голстанян повторяет тактику протестов Пашиняна в 2018 году Которая включает в себя сочетание массовых митингов и блокирование улиц по всей столице небольшими группами демонстрантов Пишет Франц24 Доча Вели тоже в деле, вот что пишут немецкие СМИ Полиция Армении заявила, что задержала десятки демонстрантов, которые пытались перекрыть улицы в столице страны Еревани Протестующие возмущены планами по передаче земель Азербайджана Про количество задержанных нам сообщает уже РБК В Ереване полиция задержала 38 активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна А вот накануне, 13 мая, во время акции протеста, участники перекрыли улицы в столице Армении с помощью мусорных баков, дорожных знаков, даже стогов сена Полиция задержала более 150 человек, сообщает РБК И больше ничего, больше никто ничего про протесты не писал Зато, пока мировые СМИ замалчивают неугодные митинги и освещают то, что им выгодно В Армении развернулась большая информационная кампания против архиепископа Баграта Местная фабрика троллей и фейков каждый день занимается промыванием мозгов своих подписчиков Я рискнул своим психическим здоровьем и за вас покопался в этом мире отборного контента Главным представителем фабрики фейков является телеграм-канал Баграмян26 Во-первых, посмотрите, как авторы этого канала обращаются к архиепископу, официальному представителю церкви Я не буду произносить это вслух, у меня, в отличие от некоторых, есть совесть Почему-то, когда они пишут про Азербайджан, оскорбительные эпитеты не используются Во-вторых, становится тошно от их стиля письма Я молчу про то, что это попросту неграмотно Врут они ежедневно Каждый день они пишут, что архиепископ Баграт связан с Кочаряном и Россией Но доказательства этого не предоставляют Возможно, потому что невозможно доказать то, чего на самом деле не существует Каждый день с их телеграм-канала отписываются десятки людей Несмотря на то, что у них там целая сеть телеграм-каналов, которые друг друга цитируют и перегоняют трафик Это им не помогает Все-таки постепенно люди начинают понимать, что подписались не на настоящие СМИ, а на канал гопников В буквальном смысле изрыгающих тексты на русском языке Очень печально, что такое существует в Армении А возможно, даже спонсируется местными властными лицами Но утверждать не буду, потому что это не доказано Это были все самые интересные новости этой недели Теперь вы знаете, что там происходит Увидимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова